Здравствуйте дорогие друзья, гости и конечно же подписчики моего канала, с вами Настягин Олег. А сегодня, как обычно о необычном, покажу вам, что на этот раз я интересного и странного увидел по гугл карте. А начать я хочу с Германии. В Германии находится очень интересное место под названием Каменная река или Каменное озеро, смотря как перевести. Так вот, если рассматривать более внимательно это место, мы увидим то, что все ущелье заполнено вот такими вот камнями. И камнями, знаете, вот не крупнообломочными, а окатаны, как будто их окатало чем-то, подти по речной гальке, только гораздо большего размера. Место этого очень удивительное. Дальше, немного попозже, я вам почитаю статью очень интересную об этом месте. Что это за камни и почему они знаменитые, почему очень многими туристами посещаемые. Посмотрите, какие они размеры по соотношению к человеку. Практически до самой верхушки этой горы вот такая вот каменная река. Местами, как видите, ее пересекают туристические мостики. А вот если немного покопаться в интернете, знаете, очень много чего интересного можно найти по этой каменной реке. Давайте я вам почитаю. В Германии имеется очень интересная достопримечательность, которая называется Фельдзенмейер, что переводится с немецкой как каменное или скалистое море. Любопытно, что находится оно в заповеднике Оденвальд, что означает лес Одина. Напомню, что Один это мифический, могучий скандинавский бог. Фельдзенмейер это многочисленные валуны, которые стекают с горы вниз. Некоторые из них имеют странные следы тщательной обработки. Тут же в лесу находится колонна, сделанная из этих камней. Считается, что ее обработали древние римляне. И самое интересное здесь то, что местные камни это диорит, очень твердая порода. В геологическом словаре про нее написано буквально следующее. Данный минерал прекрасно подходит для строительных целей. Большинство его разновидностей не слишком легко поддают с обработки. Он не хрупок и настолько тверд, что поцарапать цельный монолит можно только при помощи алмаза. И остается загадкой, каким именно способом были обработаны камни и колонны в Оденвальде. Давайте посмотрим более внимательно. Что же это за колонны? Вот смотрите, вот такая вот колонна валяется среди вот этих вот камней диорита. Следы от обработки то ли каким-то зубилом, то ли отбойным молотком. Не знаю, видно чуть ли в борозды. Также за колонной мы видим какую-то заготовку, которую уже распилили или раскололи на блоке. На дальнем конце мы видим, также откололи от большого булыжника часть. Еще одна фотография, на которой отчетливо видно. К примеру, посмотрите, где дети сидят. Вид с другой стороны на колонну. Булыжники. Вот еще один экземпляр со следами обработки. Более детально. А вот здесь мы видим выемки. Скорее всего, вот таким вот способом. Сначала выбивали вот такие вот дырки, потом забивали, скорее всего, деревянные клинья. Мочили водой и откалывали. Но это мое лишь предположение. Как на самом деле все происходило, не знаю. Но здесь тоже, как видите, пытались отколоть кусочек. Вот еще один блок. А вот здесь более детальный. А также добавлю, что согласно мифам, Один владел волшебным копьем гунгир, который стрелял и без промаха, было крепче алмаза и обладало множеством магических свойств. Вот такое вот интересное место под названием Каменное озеро. Ну, на самом деле, конечно, больше это похоже на каменную реку, чем на какое-то из озер. Но, к сожалению, почему-то по каким-то обстоятельствам, именно на гугл-карте, нету фотографий с этой колонной. Есть только фотографии с этими камнями, с Каменной рекой. Ну, да ладно, а мы давайте еще посмотрим, что тут можно увидеть в Германии. Так, метка под названием Сидений. Вот здесь также что-то очень странное я увидел. На перекрестке три белых камня. Знаете, если более детально к ним присматриваться, мы увидим стыки. Может быть, это не настоящие камни? Может, это пластиковые какие-то, какие-нибудь, я не знаю, или искусственные камни? Ну, что это за полосы проходят внизу? Это можно увидеть, лишь приглядевшись. Но слишком уж они белые и выделяются на фоне зеленой травы. Вот такие вот странные камни в этом месте, на перекрестке. Поляна какая-то квадратная. Так, ну да ладно. А сейчас я вам хочу показать современные карьеры. Но находятся они в Чехии. Для чего? А дальше мы будем рассматривать похожие, но уже природные явления. Посмотрите внимательно. Роторный экскаватор. Смотрите, какие они следы после себя оставляют. Это вот первое место. Дальше. Роторный экскаватор 2. Вот такие вот полукруглые берега. Как бы я выразился. Также попрошу вас запомнить, как выглядят отвалы. Какие формы у них. И какой рисунок. Теперь давайте перенесемся на другой континент. в Южную Америку. Рассмотрим. Венесуэльский залив. Вот смотрите. Вот такая вот интересная коса. В этом месте. И вот эту косу пересекают уже песчаные дюны. Как вы думаете, что здесь случилось? Пересекают они ее перпендикулярно? Ветром, вернее волнами. Волнами выносит песок на берег, а дальше ветрами раздувают. Или что это такое может быть? Почему они именно в одну сторону? Не может быть же ветра постоянно дуть в одну сторону? Также посмотрите, как будто бы эту косу растянуло чем-то. Если более детально смотреть, то мы увидим, что это водоемы, озера. Как так получилось? Интересно. Посмотрите, какая полоса странная. Как будто бы смазала. Мое мнение, что эта волна здесь гигантская. Такого размера прокатилась. И оставила вот такие вот следы. Да, первоначально была коса. Которая похожа на веник. А дальше. То ли метеорит. Космическое тело какое-то упало в океан. И здесь пронеслась гигантская волна. Оставила вот такой вот след. Может быть еще что-то. Вот здесь в проливе. Можно рассмотреть древнюю крепость-звезду. Построили ее в 16 веке. А также, почему АС просил запомнить про отвалы. Посмотрите, вот как в этом месте дюны похожи на отвалы. Которые находятся в Чехии. Где работают роторные экскаваторы. Не правда ли похоже на отвалы? Вот в этом месте. Также полосы перпендикулярные. Основной косе. Да, интересное место. А также, если более детально рассматривать полуостров. То и на нем мы вот такие вот выносы из песка увидим. И все в одну сторону. К примеру, смотрите. Вот в этом месте. Мне кажется, здесь гигантская волна пронеслась. Почему? Потому что, ну все уж дюны показывают в одну сторону. Вы же прекрасно знаете то, что ветра дуют всегда в разные стороны. Они не могут просто дуть там столетиями, тысячелетиями в одну сторону. А здесь дюны вытянулись строго в одну сторону по линии. И строго с юга на север. Так, метка странная взлетная полоса. Ага, вот здесь также на полуострове. Что-то похоже на взлетную полосу. Как видим, круг и полоса. Но ни зданий, ни самолетов здесь нет. Может быть очень старая какая-нибудь довоенная или военная. Не знаю, давайте замерим длину этой полосы. Длина по карте километр 190 метров. Да, не очень-то большая, наверное, для легкомоторных самолетов. Ну, как видите, она вся песком засыпана. Может быть, это вообще не взлетная полоса. Не знаю, что такое. Но похоже на взлетную полосу. Так, ну что тут я еще сегодня увидел интересного. Так, соль. Ага, добыча соли. Давайте я вам покажу, как в этом месте добывают соль. Это вот такие вот небольшие ванночки, в которых набирают морскую воду и выпаривают. Тут, наверное, тяжелый. Но, скорее всего, другого заработка в этом месте нет. Это не промышленные заготовки. Скорее всего, местные жители и работают здесь. Так, ну что тут я еще необычного видел? Для меня, по крайней мере. Это вот такие вот косы, которые перекрывают полностью заливы. Знаете, для меня всегда это загадкой. Как волны намывают вот такую вот косу? По идее, волны должны разрушить. Они же разрушают берег. Называется водная эрозия. Берег осыпается, углубляется. А здесь почему наносят вот такую тоненькую полосочку земли? Вот в этом месте тоже самое. Перекрыт залив. И здесь тоже самое. Как будто бы кто-то искусственно все это отсыпал. Но официально нет, волнами намывают. Я вот не могу уразуметь, как так может волнами намыть косу. Скорее всего, размыло бы оно, но никак не намыло. А также в этом месте хочу напомнить, как выглядят следы от работы роторного экскаватора. И здесь практически то же самое. Посмотрите, вот такие же полукругли. Ступени. Правда ли похоже? Как будто берег выравнивали. Роторные экскаваторы. Вот такие же ступени. И так на огромное расстояние. Давайте опять перенесемся к роторным экскаваторам, которые находятся в Чехии и посмотрим. Вот посмотрите, какие следы остаются от работы роторных экскаваторов. Вот такие вот полукруги. Где-то неровности. Но очень уж похожи на ту береговую линию, которую я вам показывал. Так, давайте получше место найдем. По этому поводу. Так, вот они наши отвалы. Очень похожие на те песчаные. Роторный экскаватор третий. Вот те же самые ступени. Только, конечно, уголки маленько подмотали. Полукруги. Вот в этом месте отчетливо так же видно, как работают. И какие следы остаются. Ну, еще раз повторюсь, дорогие друзья. Это лишь мои фантазии. Свои пишите в комментариях. А я заканчиваю этот видеоролик. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok